Согласны. Венесуэльский форвард, новичок футболисты, эти гидры. Леандро Паредес, номер 5. Ополняет это стандартное. Стефан Эль Шарави, номер 92. И центр форвард Эдин Джек. Полевые игроки Сильван Видмер, номер 27. Али Аднан, номер 53. Самир, номер 3. Данило, номер 5, номер 23. И Дуван Сапата, номер 9. Положение очень любопытно понаблюдать за молодым футболистом, который на самом-то деле, он контратак об аду, делает передачу. И ответный пас штрафную, который мог получиться очень опасным, если бы идача почему-то не последовала. Стефан обычно в этих ситуациях не медлит. Кевин Строт в тяжелейшей игре. Ну, скажем так, сохранили ничейный результат в гостях у Порту. Это, наверное, центровый Паредес. Да, глубже остальных, выше Стротман и на Ингалан. Вообще чуть ли не на позиции под нападающими, но с этими позициями меняться регулярно. По правой бровке в атаке Мохаммед Салах. Слева Эль Шарави. Мы это помним еще по прошлому сезону. Эдин Джек, как мне видится, чуть активнее и продуктивнее. Благодаря, в первую очередь, включениям бразильского защитника Парреса. Верманис. Очень опрятно, как-то с мячом работал РТО. Ну, кажется, нарушение правил. Немножко под... С вашего позволения. А характеризую его именно так. Длинный пас вперед. На Салаха, который умудряется догнать мяч. Главное качество. РТО. Здесь нарушение правил Фокфатса. Очень, кстати, умный полузащитник. Впечатляет своей подвижностью. Своим арсеналом. Очень плотно обороняется. И мы видим, что тут же два футболиста готовы выручить. И Витмер преследовал. Точнее, продолжал вот это свое наступление. Вглубь поля. Туда даже ближе к воротам соперника. Находится Нель Шаровец. Ротманова мы, в принципе, чуть чаще видим с мячом. Паравес на Абермалина. Ну, вот теперь уже все полевые футболисты Рома находятся на половине поля соперника. Можно свою круть. Вот эпизод с Сапатой из того же ряда. Помните, мог же ведь аккуратно. Он очень любопытно будет понаблюдать за их конкуренцией с Бруно Пересом за место правого защитника. Вот он с тротом с мячом. Баду разгоняется. Есть у него возможность отдать на право Сапат. Здесь свистка не последовало. Ну, друзья. Очевидное нарушение правил. Очевидное нарушение правил. Эпизодом. Арбитр встречи. Ближнюю штангу. И дальше кто-то пяткой сыграл на Ингала. Было опасно. Вот еще раз на ближнюю штангу передача. Это стротман. Без... Очень медленно как-то тягучая Рома. В это уже даже не контратаку выбирается. Все. Весь Удинезе. Весь. На своей половине поля. Ну, и здесь корпус ставит... Эвщенсный. Бруно Перес, Фасио и Жуан Жезов. Подача. В общем, как всегда у Ромы замечательный плей. Я вам более того скажу. Собственно, вот эта продажа Миралема Пьянича. Причем довольно-таки быдно. Будешь с ними делать. Салах и Эль Шарави, которые были главной движущей силой атакующей команды в тот период, когда... За право выступать на чемпионате Европы. Тогда и со здоровьем было не все в порядке. Сапата скорость какую-то крейсерскую набирает. Увильнул от Маноласа и Паредеса. А вот Фафана в этой истории, конечно, не прав. Ну, в любом случае, давненько мутся. Лучший бомбардер прошлого сезона. С этим стандартом Удинезе справляется. Пихнул ему за то, что так неаккуратно тут подставил ногу. Ну, главное, нет момента. Как-нибудь... К основному времени первого тайма добавлено не будет. Остановок минимум. Мало фолов, стыков. Мало моментов. Голос. Раньше положенного игроки забегали за линию. До касания. Вот в чем дело. Покрывают его татуировки. Совершенно разнообразные. Кому, как не ему, знать, что такое мучение. Ежедневные. Нейнгалан. Но выше. Перотти делает скидку. И вот он удар. От Паредеса, правда, не от Нейнгалана. Серий подавал в одиночество. И один раз в первом тайме. Но всегда два футболиста. Подача. И... Тут большой вопрос. То ли... Удинцы к этому готовы. То Нева. Но они всегда ставят одного футболиста. Неподалеку от исполняющего угловой. Поэтому, может быть, нет особого резона разыгрывать в форме. И накатывает, и накатывает на беднягу Карнезиса. Очень сильный вратарь. Очень сильный вратарь. Мустафа Сек. Федерико Фасио. Слушайте, ну какой все-таки резерв у Рома, а? Ну здесь... Рикардо Маркиццам. Полузащитники. Даниэльо де Росси. Федерико Ричи. Зеленый такой жест. Доверие. 68-я минута. Подача! И как в этой ситуации Манулас? Никем не атакуемый. Мажет. Опоздали. Ну и здесь был офсай. Причем Манулас тоже был среди тех, кто за эту линию воображаемую... Алло, судья. Что там происходит с младым человеком? Расположим. В этой ситуации... Парайдес активен. Латиноамериканец. И вот она передача на Салаха. Салах в этой ситуации. Удар. Мне кажется, Салах... Иногда ищет лучше. Как дебютирует Бруно Перес. Экс-защитник Торино. Любопытно, что ведь не только Флоренцев. Еще одна замена будет у Удинезе. Ну что? Секофа Фана. Сегодня, да? Новичок в основе Родригедон выступает на той позиции, где... Где ты обязан изобретать. Гранада испанская. Уотфордом английским. И Удинезе. Ой-ой-ой. Все-таки. Все-таки забивает Эдин Джеку. Что за пас? Выдает Раджана Ингалан. Чудо передает. Вы посмотрите. Это настоящий... Я бы даже сказал, не футбольный фристайл. Это... ...денежки. То сейчас... Чаще стали появляться даже какие-то чуть более опытные игроки. Которые даже позволят команде в серии остаться. Подача. Ииии... Здесь забивает Салах. Но, ребята, что опять сотворил Корнезис? Здесь, конечно, разы передачи. Салах в упор удар головой наносит. Да, прямо в Корнезис. Но поди что еще там... ...позицию правильно выберет. Тащит мяч Корнезис. Но первый же Салах на добивание. Здесь еще какая-то полупозиция. Я уже вам рассказывал, по какому поводу. То... Сейчас, может быть, выдушевленный. Ну, я и не раз признавался, что симпатию испытывал к этим французским брунцам. Хотя... ...чаще бывало иначе. В последний сезон. Был выбор. Бруно Фернандеш покинул Ком... Только так. Ушел Бруно. Ушел... Зелинский.